В отреставрированном здании Звенигородского манежа открылась экспозиция «Звенигород от земли до неба». В мероприятии приняли участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, представители администрации муниципалитета и председатель наблюдательного совета фонда Елисоветинско-Сергиевское просветительское общество Анна Громова. Сегодня после реставрации впервые открывается Звенигородский манеж. 15 лет, долгих 15 лет все ждали этого большого события. Обновленное выставочное пространство сочетает работы исторического наследия и мультимедийные технологии. Гостям выставки предлагают наушники с онлайн-гидом, которые подробно рассказывают об истории города. Современное интерактивное пространство позволяет посетителям еще больше прочувствовать атмосферу прошлого. В экспозиции представлены архитектурные памятники и исторические реликвии города. У нас здесь уникальные фрески 15 века, которые неоднократно выставлялись в Третьяковской галереи, которая имеет свою древнюю прекрасную историю, как все раннемосковское зодчество. Во время торжественного открытия гости дарили подарки. Администрация округа передала музею уникальные артефакты первой половины 19 века, украшенную бисером курительную трубку, два редких бисерных футляра для Библии и два чехла для сосудов со святой водой. Они уже стали частью экспозиции. Мы тоже некоторый вклад хотим сделать от имени главы нашего Одинцовского городского округа, от администрации. Вот такой вот подарок музею. Все знают о том, что при Алексею Михайловиче был отлит колокол, который находится на всех гербах Звенигорода, и все о нем слышали. И очень много было сожаления, что в Третьяческом году этот колокол был взорван и переплавлен. Но некоторые части кусочки остались, и они у нас в музее. Манеж возвели еще в 30-е годы 19 века. Последние 20 лет здание было заброшено. К 870-летию города его отреставрировали. Теперь оно станет одним из символов возрождения города. А 8 марта экспозиция станет доступна для всех желающих.